Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала ПС. Традиционно в это время по четвергам программа «Вопрос священнику». В этой программе мы задаем вопросы священникам Русской Православной Церкви на самые разнообразные вопросы. Сегодня темой нашей беседы с моим гостем, а это священник Артемий Ведерников, настоятель храма в честь царевича Алексея, решили поговорить на такую непростую, но, на мой взгляд, весьма и весьма актуальную тему для Архангельска, для Архангельской области. Это как секты и всевозможные культы. Почему выбрана эта тема, объясняется очень легко. Зайдя на сайт епархии, любой из вас, собственно говоря, вот этим путем прошел и я, может убедиться, что сообщения о сектах, о всевозможных культах на сайте епархии выглядят как сводка с фронта, как сводка о боевых действиях. Здесь, там, те, другие, в школах, где угодно, в больницах проявляются. Вот поэтому мне и захотелось разобраться в этом вопросе. Во-первых, откуда они берутся, что в них опасного, и если это в самом деле так опасно, то как от этого уберечься. Ну и, собственно говоря, начну с самого первого вопроса. Отец Артемий, здравствуйте. Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Итак, что же такое секты? Как определение? Определение секты как нечто, отделившееся от основного, существующее религиозное движение не так давно, в противовес какому-то традиционному, более привычному. Но, таким образом, что такое секта для нас сейчас? Для нас вот этот сам термин, он не очень все-таки удобен. То есть, что мы можем считать сектой, что мы можем считать какой-то религией, что мы можем считать традиционной религией. Вот здесь все-таки лучше начать с того, что в Конституции особая роль приписывается православию в деле в становлении нашей культуры, в истории нашего государства. Сейчас мы пережили довольно продолжительный духовный вакуум за период советского официального атеизма и безбожия. В итоге что произошло? В начале 90-х наша церковь православная была очень слаба, особенно здесь, на севере. Очень много храмов было уничтожено. Епархия существовала одна с двумя десятками священников, архангельская и мурманская. То есть, до некоторых храмов нужно было тысячу километров ехать. И священников очень мало, и отсутствовала возможность их подготовки. То есть, здесь нет семинарий у нас в Архангельске. Действовало всего их три в советский период. Москва, Петербург, Ленинград тогда, и Одесса. Итак, границы открыли, хлынули проповедники западные. Как протестантские, так и псевдопротестантские. То есть, всех мастей. Это культы и восточные, и мимикрирующие под христианство. Соответственно, стало больше свободы для проповеди и нашему традиционному православию. Но, с чем мы столкнулись? На севере особенная духовная безграмотность у людей была. С одной стороны, с другой стороны... Я бы сказал, что она и сейчас сохраняется, по большому счету. Конечно. И именно за счет этого духовного невежества, неведения своих основ, своих корней, получают успех проповедь этих заезжих миссионеров. Это понятно. Тогда по-другому вопрос поставлю. Зачем едут? Какие задачи стоят перед сектами, культами? Если вы говорите, что слово «секта», кстати, не совсем корректно. Какое слово «корректно»? Корректнее называть ересью, то есть лжевучение. Секты, как отделившиеся от основного... Откуда делается это лжевучение? Ну вот западные секты, они откуда возникли? Когда в период реформации началось протестное движение против католической церкви, это Лютер в Германии, Джон Виклифф в Англии, Кальвин, Цвильгри в Швейцарии, возникло протестантское движение. Это все ересь? Не совсем. То есть мы называем здесь ересью уже католицизм по отношению к православию. Далее внутри католицизма возникает протестное движение против него. Католицизм — это тоже ересь? Католицизм — это ересь с точки зрения православия. Почему? Католицизм как некое уже отличное учение, отличная совсем организация. Католицизм возникает как отделение от православия. Православная церковь организовалась на базе римской церкви, разве нет? Апостол, Петр? Нет. Древнейшие кафедры — это кафедры восточные как раз. То есть у нас существовало несколько кафедр, основанных апостолами. То есть мы говорим с вами об истории древней церкви. Все эти кафедры были как сестры между собой. Главенства между ними не было. Это Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, Римская, позже еще Константинопольская. Это те кафедры, которые организовали апостолы. Да. И с древних времен, как мы с вами начали далеко, римская кафедра претендовала на первенство в церкви. Властолюбие от римских пап проистекало из их ложного учения о том, что им принадлежит власть как светская, так и церковная. Поэтому они пытались подчинить себе всю церковь. Не все папы. Но время от времени это учение возникало и поддерживалось некоторыми из них. Оно достигло своего апогея к XI веку, когда официально легаты папы римского положили грамоту об отлучении всех восточных иерархов от единства с римским престолом в XI веке, в 1054 году. А как же русская православная церковь почитает некоторых римских пап? Римских пап до разделенной церкви. Таким образом, отколовшись от единства с православием, римский католицизм пошел дальше. Измыслил новые учения о Боге. Это догмат об исхождении Святого Духа и от Сына. Это учение о церкви неправильное, что высшая власть церкви принадлежит папе. Вот в чем принципиальное отличие простыми словами, чтобы я вас понял. Итак, в православии глава церкви Христос и высший орган управления Вселенский собор, то есть соборность подчеркивается, в католицизме римский папа, единоличный правитель церкви, непогрешимый при этом. Непогрешимый? Более того, я слышал, что как папа скажет, так и на небе будет. Экс-кафедра. Если он учит даже не так, как Священное Писание, то прав он. То есть церковь основана на папе, что якобы Христос именно в лице апостола Петра основал церковь. Поэтому без римского престола, без папы римского не может быть никакой истины. Но мы с вами так будем очень долго говорить. Итак, к чему мы идем? Отколовшись от православия, католицизм к чему пришел? То есть церковь перестала быть единой. Не стало единства в молитвах, в таинствах. И вот этот раскол привел к оскудению благодательной жизни, привел к оскудению полной жизни в Боге на Западе. Привело вот это к возникновению лжеучений дальнейших и закреплению их в церкви. Оскудение благодати перевело ко многим нестроениям в церковной жизни. Это мы знаем о страшном разврате среди духовенства. Мы знаем о юридическом учении спасения, которое привело к индульгенциям, отпущению грехов за деньги. Дальнейшие ужасы возникновения инквизиции, как преследование инакомыслящих и инаковерующих через пытки разрешенные. Но этого не было в Русской Православной Церкви? Это не было... Нет, не было. Скажу прямо. Какие-то отдельные факты имели место в отношении политики, но не в отношении церковного учения и целых церковных институтов. То есть у нас не было орденов таких, как иезуиты, которые шли на все что угодно ради достижения якобы церковных целей. То есть ради блага можно идти на любое зло. Не было убийства невинных людей, осужденных тысячами насаждения, насаждения с разделением их имущества присвоением. Все эти ужасы, приписываемые исторической церкви, они относятся к Западу, но никак не к истории православия, где этого не было. Вот что мы с вами еще не сказали о крестовых походах, которые возникли также в дальнейшем. Ну и русские ходили на Византию, насколько я знаю? Они ходили... Иначе откуда бы взялось бы праздник Покрова? Они ходили как язычники. Да, и ходили совсем за другим, как мы выяснили. Они ходили грабить, но принесли веру православную. Принесли веру. Дорогие друзья, прошу прощения, я напомню, телефон прямого эфира 639-717. Вы можете позвонить, задать свой вопрос отцу Артемию. Ну, вопрос на любую тему, желательно касающийся культов и сект. Может быть, кто-то из ваших близких уже туда попал. Как с этим справляться? Как минимум можно об этом спросить. Итак, возвращаемся к сектам. Как оградить себя? Как не попасть... Вот подходит человек на улице, пытается со мной побеседовать. Верите ли вы в Бога? Я ему отвечаю, верю. И начинается какой-то разговор. Ну, я-то, скажем, своим опытом уже знаю, что это, скорее всего, будет представитель какого-нибудь культа или секты. Как обычному человеку оградиться от таких контактов? Ну, начнем мы с того, что 90% наших людей, наших соотечественников крещены в православии. В настоящий момент, мало кто знает, но при большинстве приходов в Русской Православной Церкви существуют воскресные школы. Как для детей, так и для взрослых существуют различные воскресные группы изучения Священного Писания. Существуют какие-то и межприходские, и общегородские богословские курсы. И прочие методы изучения Священного Писания, организации прихожан. Мало кто об этом знает, потому что зачастую крещеные у нас в православии люди храм не посещают и не живут согласно этой вере. Вот на них и рассчитана вот эта вербовка. То есть, если подходит человек на улице и предлагает изучать Священное Писание, мы можем 100% сказать, что это... Или английский язык, как мормоны. Как увернуться-то? Как увернуться? Да. Как распознать? Никто силой не потащит никуда. Если человек заинтересовался, возьмут его контактные данные, от него уже не отвяжутся. То есть, здесь просто спросить, вот я хожу в такой-то приход, а вы с какого? То есть, и человек понимает, что перед ним православный. По всему видим, что вы тоже верующий человек. Хорошо, тогда ладно. Или еще такой замечательный способ. Я чаще всего поступаю так, когда мне предлагают изучать Священное Писание, приходите к нам. А я говорю, давайте лучше вы к нам. К нам тоже подходят? Да. То есть, когда вы в гражданской одежде? Они же и квартиры обходят, звонят, они не знают, кому позвонят. Но пока не пришли. Пока в базах данных этой секты эта квартира не отмечена. Что там уже тот, кому не надо приходить. Какая задача стоит перед... У меня вот теперь на языке будет все время слово «секта» крутиться. Давайте на нем... Ну, мы можем говорить. Но это нам понятный термин. Какая задача стоит перед сектантами? Вот задача перед православной церквью понятна какая. Там всеобщее спасение. Да? Правильно я понимаю? Перед сектантами задача стоит... Вот нам сложно говорить сразу за всех сектантов. Потому что у них есть разные уровни. Давайте по тем, которые здесь находятся, вот в нашей епархии, в нашей области. Итак, в основном представители западной группы, собирающие десятину и информацию о людях, они, конечно же, какая их задача? Это власть и деньги прежде всего. Потому что та же самая десятина, собирающаяся с верующих, это огромные деньги. Вот информация. Информация какого рода? Информация любого рода. Обширная и разведывательная в том числе. Секта саентологов занимается шпионажем в пользу США и Центрального разведывательного управления в том числе. Все секты имеют личные дела на каждого члена, заводят. С фотографиями, с информацией, которая хранится централизованно и отправляется в штаб-квартиры этих организаций. В связи с событиями... То есть нередко за ними стоят какие-то серьезные государственные структуры? Конечно, безусловно. Известно, что сейчас... Какую роль приняли вот эти организации, неопятидесятнические группы на Украине, в разжигании Майдана? Вот они говорят о том, что их этот ценный опыт будет использован в дальнейшем и в России. И вот сейчас мы говорим об обострении, о весеннем. Это вы сейчас говорите не о харизматах, вот я так понимаю, да? Да, это так называемые неопятидесятники. Их много, по-разному эти группы называются. И они между собой общаются, тесно связаны. И сейчас они активизируют свою деятельность повсюду, и на севере в частности. — Прямо вот такое ощущение, что запугиваете. Скажите, ну то есть, что, этим вопросом только церковь занимается? Или, как у нас принято говорить, специальные органы тоже в курсе и как-то противодействуют? — Специальные органы, конечно, в курсе, противодействуют от следующей ситуации. — А почему тогда здесь по области идет такое активное движение? Я просто не поленился, взял за несколько месяцев сводку с того же сайта епархии. — 22 мая — сегодня. Секта нехаризматов провела в Архангельске конференцию с участием евромайдановцев. О чем вы говорите? — 16 мая — буквально недели раньше. Секта, провоцирующая самоубийство, проводит занятия для школьников Архангельска. — 14 мая — иностранные секты вербуют ненцев и готовят революцию в российской Арктике. — 13 мая — у членов секты Бога Кузи изъяли 200 миллионов рублей детскую порнографию. — 24 февраля жительница Северодвинска пыталась покончить жизнь самоубийством после пребывания в секте нехаризматов. Расстрел 10 февраля этого же года — ужасный случай на Южно-Сахалинске, когда расстреляли несколько человек. Тоже оккультисты, неоязычники. Откуда, почему они вылезают-то здесь? А что там ФСБ, милиция, законы наши? — Это несколько другое. Вот вы вместе говорили о харизматах, а потом сразу о неоязычниках. — Я говорю о всех секретах сразу. Если они все представляют такую опасность для государства, то почему они здесь-то? — Ну, смотрите, они органы отслеживают, но принимают решения в крайне вопиющих уже случаях. Поэтому на уровне простых граждан мы можем только противодействовать здесь. И задача здесь православного христианина — это свой опыт распространять среди своих знакомых и верующих. Вот мы говорим с вами о чем? О гражданской позиции, может быть, мы не можем сами за государство решить, государственную политику. И здесь, мне кажется, было для нас не совсем верно призывать всегда карательные органы. То есть, когда речь идет о нарушениях закона, когда мы говорим о доведении до самоубийства, когда мы говорим о том, что рушится семья, и люди отдают последние деньги, когда происходит риск здоровью людей, за этим, конечно, государство следит. Но если мы говорим о свободном выборе религиозного человека, вот здесь уже ничего сделать нельзя. Здесь только свои опыты, свои традиции. То есть, необходимо предоставлять возможность выбора и разъяснений. А не допустить их на территорию Российской Федерации? Ну, неоязычники — это тоже, может, и не совсем наше, но сейчас продвигают это русские люди. Не допустить представителей других религий к проповеди у нас. Мы можем, если их проповедническая деятельность закону противоречить нашему. То есть, мы можем о чем говорить? О создании какой-то законодательной базы. Но не будет ли она использована потом против православия, если наше правительство поменяет свое отношение к религии? Сейчас оно расположено к русской православной церкви, отождествляя себя во многом с ней. Но вот здесь большой вопрос для меня. Это, конечно, мое личное мнение. Понимаю, да. Практический совет тогда. Как отвечать, реагировать человеку, если к нему, опять-таки, подошел человек на улицу и пытается его привлечь, завлечь, завербовать? Как они это делают? Они предлагают изучать Священное Писание. Или спрашивают, что вы слышали о Боге, знаете ли вы, каково его имя. В зависимости уже от секта. Но вот есть такое пособие «Действие вопросов навязчивому незнакомцу». Автор Дворкин. Да. Рекомендуете всем читать, я так полагаю? Рекомендую. Вполне можно. Вот очень любопытно. То есть спросить, а как долго сам человек состоит в этой организации? А как она называется? Как правило, от ответа уходит. Потому что занимаются вербовкой, сами недавно пришедшие, как правило, менее года. Люди, плохо разбирающиеся в учении своей организации, как они скажут в лучшем случае, они никогда не скажут, что мы, например, яговисты или какие-то иные. Они скажут, мы просто собираемся, чтобы изучать Священное Писание. У нас просто есть такая возможность. Кружок, клуб по интересам. Да. То есть мы просто организация. Они не скажут название своей секты. И вот эта расплывчатость уже даст понять, что человек скрывает свое истинное происхождение. Как среагировать в этот момент? Спросить, в какой приход он ходит? На мой взгляд, это лучше всего. А вот какого прихода? Я все церкви знаю местные. Вы почему благословению? А еще лучше прямо этот документ попросить, который говорит о принадлежности человека к конкретному приходу. А прихожане православных храмов вот так вот обхаживают, приглашают? В Архангельске мне это неизвестно. Но в больших городах, я знаю, что в Москве и Петербурге такая практика есть. То есть есть миссионерские центры молодежные, которые также занимаются тем, что действительно могут подойти и пригласить человека. Слушайте, хорошая мысль. Если у сектантов, я так понимаю, в Архангельской области весьма и весьма, ну, в кавычках, успешная деятельность, может быть, есть чему поучиться? Может быть, надо какие-то приемы перехватить и традиционной православной церкви? По квартирам ходить? Не знаю. Но вот сейчас, в настоящий момент... Но если они действенны, и вы звоните в колокола, значит, есть какие-то методы, которые нам должны быть интересны? Сейчас мы говорим о необходим... Вот мы с вами сказали в самом начале, 90% крещены. И в основном все-таки люди стараются крестить детей. Ведь почему сектанты, их проповедь так успешна? Потому что люди не живут религиозной жизнью. У них этот вакуум, они предлагают заполнить их суррогатом. А душа все равно просит... Их суррогатом неправильно. И наша задача людей научить сразу духовной жизни настоящей. У нас для этого и замечательная возможность, когда люди обращаются за крещением. Как правило, крестят своих детей и внуков. И для этого у нас в храмах проводятся оглашения. Вот сейчас вот эти огласительные беседы, их одна, две, три. Вот сейчас минимум вводится три беседы. Вот часовые, полуторачасовые. Чтобы рассказать человеку о христианской жизни, о вере и о тех возможностях, которые у него есть на приходе. Потому что, как правило, людям очень важно, как они себя могут проявить, как они могут себя занять. Вот почему люди, обращающиеся очень часто из секты в православие, спрашивают. Такое тоже бывает. Как я могу себя занять? Я хочу быть полезным. Потому что, вот мы с вами только что сказали, яговисты, то есть они еще года нет в секте, они уже ходят и вербуют. То есть они заняты постоянно. У них есть определенные свои какие-то обязанности внутри организации. Конечно же, и молодому человеку в православии необходимо себя занять. Но у нас создаются молодежные клубы православные, молодежные группы по изучению вероучения, воскресные школы для взрослых, при которых они функционируют. Социальная деятельность и миссионерская возможности для реализации сейчас много и на приходах, просто мало кто об этом знает. Поэтому самое главное, когда люди приходят в церковь, научить их от веры. Это огласительные беседы, это беседы перед венчанием, которые обязательно проводятся. Делается вот это. Напомню, телефон прямого эфира 639-717. Звоните, задавайте свои вопросы отцу Артемия. А как секты, в принципе, появились? Каковы истоки? Давайте продолжим наш рассказ. Итак, мы с вами говорили о том, как откололись от православия католики. Итак, это привело к искудению благодатной жизни в церкви. И к чему? Это к росту разврата среди духовенства. Это власть Папы Римского в церкви и власть его светская привела к тому, что вся Европа была подчинена Папе. Он раздавал короны и огромные налоги собирал со всех государств для своих проектов глобальных, строительных и прочих. Содержание одного Ватикана во сколько обходилось. Конечно, видя продажу святыни за огромные деньги, налоги церковные, налоги светские, народ от этого оставал. И простое духовенство с этим не соглашалось. Таким образом, стихийно в конце 14-15 веке возникает протестное движение. Вот Янгус в Чехии, в дальнейшем мы говорили, в Германии, в Англии, в Швейцарии. Они не были связаны между собой, но основные черты у них были одинаковые. Это перевод священного писания на народные языки, потому что у католиков оно было только на латыни, доступно для священнослужителей. Это прекращение всего, что они видят, то есть это нравственное обновление обязательное. Это независимость от римского престола в любом случае. Видя, как продаются святыни, они решили их отменить. Видя среди таинства злоупотребления, они отменяют основные таинства, оставляя крещение и некое воспоминание о Евхаристии. Вот так возникает у нас лютеранство, возникает кальвинизм. Но какие тут основные принципы? Помимо того, что писание в народ, вот Лютер еще сказал, что одно писание, вот соло фидос, то есть каждый читай писание и толкуй как хочешь. И действительно, писание разошлось и стали толковать. Как вы думаете, к чему привело? Действительно, люди стали толковать, как хотят. Таким образом, стали возникать общины, которые учили не так, как другие. И дробление началось уже при возникновении того же лютеранства, при возникновении кальвинизма, который пришел в Англию, там стали называться непуританами, и дальше продолжилось дробление. И возникают анабаптисты, баптисты и другие многочисленные секты. В настоящее время вот это дробление продолжается, потому что отвернув авторитет церковный, опыт полутора тысячелетней церкви, святых отцов, и получив в руки одну книгу от Библии, так продолжалось дробление внутри протестантизма. В настоящее время уже около христианских, по разным подсчетам, от 300 до 3000 уже групп разных существует. И это дробление продолжается. То есть получается, что возникновение вот этой вот современной гереси, оно имело-то изначально достаточно благую цель. То есть отойти от падающей римской церкви, по сути. Конечно. Но тогда не было такое информационное общество, как сейчас. И обратиться к опыту, то есть историю церкви плохо знали. Обратиться к опыту Востока, который считался вообще, как сейчас, не знаю, наверное, до Марса или до Луны. То есть люди жили, они же не знали о другой жизни на Востоке какой-либо. Ну да, ведущие богословы писали письма восточным иерархам. Вот они отвечали последовательно на их вопросы. Но эта переписка заглохла, потому что вожди реформаторские стали учить восточных патриархов от своей веры. Поэтому вот эта переписка прекратилась. Но в настоящее время, когда уже все доступно, когда многие протестантские богословы и историки досконально изучили и святых отцов восточной церкви, происходит вот это возобновление внимания к православию очень большое, которое приводит к тому, что целыми общинами и в США, и в Европе протестанты переходят в православие. И многие известные богословы прямо заявляют о своем переходе в православие и принимают еще и монашество. Удивительно, этого не слышал. А вот то, что некоторые монахи переходят, монашествующие, вот такие случаи мне известны. Вы говорите, что люди выходят из сект. А как поступать родным, которые знают, что кто-то из их близких оказался в рядах секты? Там же люди зачастую, я так понимаю, чуть не зомбированы, как-то очень серьезно контролируют. Как, кстати, вот этот контроль происходит у членов секты? Ну, начнем с контроля. Человек, который начинает приходить на собрание, ему же сразу прямо не говорится о вероучении вот этой секты, которое могло бы его оттолкнуть. Я прошу прощения, прерву вас на этом вопросе, у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Не могли бы вы мне ответить на один вопрос. Чем правда отличается от истины? Чем? Что от чего отличается? Чем правда отличается от истины? Что отличается? Чем отличается правда от истины? В чем отличие правды от истины? Это вопрос филологический или богословский? Ну, ответьте, как вам удобнее. Давайте в богословском аспекте его лучше рассмотрим, мне кажется. Истина для нас — это Христос. Истина — это воплощенный Бог, который жил на земле как человек и сейчас соединен с человечеством навсегда. Для нас истина — это Иисус Христос. Что такое с этой стороны правда? Правда в русском языке. Но правда как то, что человек думает, или правда как есть на самом деле? Насколько я понимаю, правда — это то, что человек думает. Да, истина — она одна. Правда может быть советская, может быть вечерняя, может быть еще какая-нибудь. Поэтому мы можем с вами подытожить, если мы правильно поняли вопрос, что у каждого правды много, кто как это сам видит. Истина одна, и наша задача, чтобы наша правда совпадала с истиной всегда. Как-то мне попадался в интернете хороший рисунок на эту тему, чем отличается правда от истины. Там было изображено три плоскости. И как бы подвешена в пространстве фигура... Господи, как же эта фигура называется? Вылетела из головы. В общем, если на нее светить, с одной стороны светишь на одну плоскость, получалось, что это круг по тени. Если светить с другой стороны на другую плоскость, получалось, что это прямоугольник. А так это был цилиндр. Если смотреть сразу со всех сторон, это цилиндр. Это правда, и это правда. А вот истина, вот она такая. Итак, продолжу ответ на вопрос о контроле. Моментально у человека берутся все контакты, его адрес. И здесь руководство им поручается одному из более опытных адептов этой секты. И если человек пропускает, например, очередное собрание, ему сразу же начинают звонить и уточнять, какие причины, почему не пришел. Но делается это очень непринужденно, делается это очень доброжелательно. Вот если человек опять не приходит к нему, начинают уже ходить домой. Вот если заметили, что человек засомневался, вот в чем-то, сразу же его атакуют, бомбардировка любовью такой проводят. То есть, оказывается, бомбардировка любовью – это один из приемов в сектах, используемый. Когда человек придет от каких-то нестроений в жизни, его встречают как великое счастье, как самую большую радость, которая у них только была. Им восторгаются, им восхищаются, ему откровенно листят, вот даже придумывая какие-то достоинства. То есть, заставляют ему чувствовать себя более значимым, и то, что он нужен здесь, и в нем очень нуждаются. И без него просто счастья больше никакого не будет. И действительно помогают ему и по-человечески решать многие проблемы. Так что в дальнейшем он уже чувствует вину, если он попробует уйти. Эти люди ему помогли, они его встретили. И в жизни, когда у него не было многих друзей, когда дома его никто не понимает, здесь он встретил наконец это понимание. Поэтому даже если он захочет уйти, сомневаясь в чем-то, он опять будет чувствовать уныние, опустошение и какую-то уже здесь вину. К тому же эту вину будут в нем подогревать звонками соответствующими. И говорить, ну ты же, вот смотри, ты же благодаря нам бросил курить, например. Ты же благодаря нам прекратил разгульный образ жизни. Ты же встретил Бога и узнал о нем. Вот как ты можешь так оставить? И эти попытки они не оставляют. Даже если человек прекращает отвечать на звонки, он в базе данных остался и про него никогда не забудут. Вот этот контроль так и ведется. А что делать родным? Чаще всего в секты попадают молодые люди. И здесь вопрос, как нам быть и что делать, задают родители чаще всего. Им нужно понять своего ребенка, что произошло. То есть не в милицию обращаться обязательно, и не к психиатрам, а понять, что ребенок искал духовную жизнь, а семья их нерелигиозна. Они ребенка сами духовности не научили, никакой религии, и к традиции православной его не приобщили. Он попался в руки к таким людям, которые приобщают его к своей псевдодуховности. Поэтому родителям нужно понять, произошло это, потому что они этого не дали ребенку. Следовательно, ни в коем случае не вступать с ним ни в какие диспуты и споры. Он ушел, потому что не чувствует в семье, может быть, любви и поддержки. Поэтому с ним не спорить, ему помогать, попытаться вникнуть в его проблемы. Что самое главное, самим воцерковляться и показывать опыт жизни церковный. Если сами родители воцерковятся, сами начнут ходить в храм, не просто по праздникам, а на самом деле, то им будет проще понять находящегося в секте своего ребенка. И в дальнейшем будет налажен между ними диалог, и по молитвам родителей, вот за чадо, вот так и обращаются чаще всего. Вот это самый лучший путь, проверенный всеми миссионерами. Адресую вам вопрос от редактора одной очень известной газеты в Архангельске и в области. Ими называть не буду. Как-то у нас возник спор. Вот мне бы хотелось услышать, чтобы вы ответили на тот вопрос, который мне задал редактор. Мы тоже говорили о сектах. И он мне говорит, но как же, в Писании же сказано, где двое или трое соберутся во имя мое. Значит, там и я посреди них. Значит, тут и церковь. То есть, вот мы, говорит, с вами сидим за столом, ну, как мы сейчас с вами, а боги говорим, значит, мы уже секта тогда по этому определению. Так ли это? Секта или церковь? Церковь, да. Оговорился. Ну, когда мы берем какую-то цитату из Евангелия, совершенно забывая про все остальное Евангелие, вот так секта и получается, действительно. И если мы поставим во главу угла и будем утрировать, то мы дойдем с вами совершенно до маразма. Ну, да, можно взять фразу из Евангелия «пойди и удавись», да? Или лучше бы ему не родиться? «И иудо шеду давися, и деяты твори такожде». Да? Это цитата исчезнового Писания. Итак, кто сказал, где двое или трое собраны во имя мое? Христос. Тот, кто соблюдал ветхозаветное законодательство, тот, кто соблюдал все иудейские праздники, тот, кто был обрезан в восьмой день, тот, кто на сороковой день был посвящен Богу, тот, который посещал синагоги, слушал чтение Священного Писания всегда и сам его толковал, тот, кто при этом уединялся сам на молитву, тот, кто учил отдельно своих учеников, тот, кто, собрав их в Сионской горнице, притворил хлеб и вино в тело и кровь свои. Поэтому тот, кто дал заповедь апостолам «Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына Святого Духа», тот же сказал, где двое или трое, но он же сказал и другое, когда он говорил о молитве. А фраза-то была в каком контексте сказана? Именно о молитве, где соберутся во имя Мое двое или трое? Речь шла о молитве или о создании Церкви? Конечно, о молитве. Он не говорил никогда о создании Церкви. Он апостолам сказал, идите научите все народы. Научите чему? Научите их Евангелию, а не чему-то своему. Научите их тому, что Бог воплотился, что Он воскрес, и что для всех открыта теперь жизнь в Нем при покаянии и крещении и восставлении грехов. Наша программа потихонечку подходит к концу. Мне бы хотелось, чтобы Вы сейчас резюмировали, как не попасться и что делать, если попался. Так, если мы резюмируем, то я бы сказал вот что. Сектанты приходят туда, где пусто, где есть традиция своя крепкая, там, где люди живут духовной жизнью и общаются с Богом, им делать нечего. Там люди уже свой выбор сделали. Там, где люди еще выбор не сделали, где они на перепуте, где религиозная жизнь у них в забвении, это неизбежно приводит, особенно молодых людей, очень часто к унынию и отчаянию, когда они не знают, что им сделать. Они тут как тут. Они как искушают и проверяют. Ты верен Богу, с которым твои предки заключили завет верности, еще при крещении Руси или неверен. И попадется ли он на уловки таким образом и западных спецслужб в этом контексте или нет. Поэтому здесь нам не нужно ничего придумывать. У нас есть наша православная традиция, которой две тысячи лет и больше. В Ветхом Завете мы готовились тоже к пришествию Христа. Ей мы и должны быть верны. Поэтому, придя к разумению себя, придя как бы в чувства, находясь в секте, нужно идти в храм. Необходимо принимать крещение, необходимо менять свою жизнь для того, чтобы вот эти суррогаты, вот эту подмену духовной жизни, в которой жил в секте, поменять на настоящее общение с Богом, которое не заметит ничто. Никакие гласолалии, говорения на языков с трясением, вот эти сумасшествия, которые иначе, чем беснованием, православный не назовет. И тогда человек будет благодарен Богу за вразумление и поймет, как он глубоко заблуждался. Но родителям и родственникам не стоит отчаиваться, необходимо молиться за своего родственника или друга, попавшего в беду. Но самое главное здесь показать любовь и молиться, и самому глубоко воцерковляться. Ну и буквально несколько слов о том, в чем все-таки опасность. Почему церковь борется сейчас за то же самое, находится на той же стороне, где находится государство. Просто за последние вот богоборческие годы памятные мы привыкли, что мы находимся по разные стороны. В чем государственная опасность? Если, скажем, православие исчезнет, если его заменят любые другие религии, секты, культы, все что угодно. Вот не будет православия. Но мы видим пример Украины. Ее же разорвало. И самое главное отличие вот этих регионов, это религиозные отличия. Западные районы, это районы Униадска, Раскольническая, Сектантские, районы Восточные, районы Православные. Мы видим, что как раз вот в этот вакуум пришли люди от Запада и разорвали народ просто на части. Вот сейчас они обещают то же самое сделать с Россией. И если мы своих корней не будем иметь, они придут, навяжут нам свои и растащат нас в разные стороны. Поэтому не будет больше ни России вот как народа. Ни государства. Ни государства. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, напоминаю, у нас в гостях был священник Артемий Ведерников, руководитель отдела религиозного образования и катехизации нашей митрополии Архангельской и Холмогорской. Храни вас Христос, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова